Здравствуйте, товарищи зрители! Сегодня видео про тестостерон. На два предыдущих моих видео о тестостероне ссылки оставлю под этим видео. Так вот, тестостерон на самом деле определяет не только то, о чем большинство людей может сразу подумать, но и плотность кости, мышечную массу, хорошую память, настроение, мужское поведение в обществе и многое что иное. Он вырабатывается в надпочечниках, хотя и очень мало, а в основном в яичках. Для нормальной выработки тестостерона температура должна быть на 2 градуса ниже, чем температура всего тела. Поэтому и такое специфическое строение. Варикоцеле многим известная проблема – это атрофия яичка, как правило, левого, из-за перегрева в связи с расширенными кровеносными сосудами. То есть кровоток там увеличивается, температура поднимается, возникает стерилизация. Теперь давайте разберем, что уменьшает выработку тестостерона, какие причины физические, какие нефизические иные существуют и как поднять тестостерон. Физические причины таковы. Сидеть ногу на ногу вредно, увеличивается температура. Сауна, бани, подолгу сидеть в них вредно, идет перегрев. Моржевание не опасно, нет перегрева. Тугое обтягивающее белье, трусы и так далее опасно. Особенно синтетическое белье нижнее. Электроподогрев сидений в машинах вреден. Никаких ноутбуков на коленях. Двойной вред происходит. Нагрев и электромагнитное излучение. Кстати, насчет электромагнитных излучений ВЧСВЧ. Все они безусловно вредны, в том числе для тестостерона. Для всего организма. Несколько видео оставлю под этим видео, как бы чем защищаться. Теперь не физические, иные причины уменьшения выработки тестостерона. Но, во-первых, химическая стерилизация, она бывает разная. В том числе, самое проблемное, массовое, это алкоголь. Особенно пиво, поскольку там есть хмель. А в нем есть фитоэстрогены, аналоги женского полового гормона эстрогена. Гормональная равновесие сдвигается в сторону женского. Уменьшается выработка тестостерона. Увеличивается выработка эстрогена. Растет пузо. Еще причина – малая физическая активность, прямая зависимость. Потом, конечно, радиация, тяжелые металлы, экологическая обстановка, что называется. И свободно-радикальное воздействие. А потому антиоксиданты, очищение организма от тяжелых металлов и радионуклидов. Такие программы есть, ссылки я оставлю под этим видео. Это важно. Еще одна очень характерная причина – ожирение. Переедание, еда на ночь. Дробное частое питание. В общем, высококалорийное питание. И, конечно, дефицит витамина D3 и дефицит цинка, что, как правило, никто недопонимает, не учитывает. Ну и уж, коли такая тема, кратко давайте скажу, как стимулировать, поднять уровень тестостерона, то есть запустить естественную выработку его самим организмом. Но наперед скажу, что стимуляторы, в том числе известные разрекламированные травы и тестостерон – это не одно и то же. Короче, они его не повышают. Все же акцентирую. Скорее всего, почти все вы не поняли. Потенцию они поднимают, а выработку тестостерона – нет. Теперь еще одно заблуждение. Интенсивная, так сказать, половая жизнь абсолютно не поднимает уровень тестостерона в долгосрочную. Сразу после идет некий подъем выработки, но тут важна динамика постоянная, а не временная волной. В общем, не поднимает. Теперь, принимать гормоны, тогда своих гормонов не будет уже никогда, а побочка обеспечена. Ну а теперь главное. Итак, витамин D3 и цинк повышают выработку тестостерона, это научно доказано. Обязательно мои видео о витамине D3 и цинке посмотрите. И, кстати, витамин D3 и минерал цинк есть в липосомальной форме. Это стопроцентное усвоение клетками данных нутриентов. Как это работает, что такое липосомальная форма, а вы эти видео про D3 и цинк посмотрите и поймете, я там все это поясняю. Следующее. Надо уменьшить стресс. Ведь стресс приводит к выработке гормона кортизола, а он уменьшает тестостерон. Не дает ему синтезироваться, они антагонисты. Так, физическая активность, работа мышц, в том числе кардионагрузки, все это стимулирует выработку тестостерона. Далее. Крепкий сон поднимает тестостерон, а плохой сон, прерывистый, снижает. Спать очень важно с 23.00 до 3 утра. Ну, конечно, дольше можно, но имеется в виду, вот в этот период спать надо обязательно, поскольку вырабатывается гормон мелатонин в полной должной мере только в этот период времени. И, кстати, в полной кромешной тьме, а он стимулирует выработку, в том числе, тестостерона. Далее. Необходимо снижать излишний вес за счет сжигания излишней жировой массы. Это мало кто знает. Очень низкий инсулин, гипогликемия, снижает тестостерон. Естественно, повышенный сахар, инсулинорезистентность, диабет 2 типа снижает тестостерон. Ну и, кстати, тренировки на износ тоже снижают тестостерон, поэтому иметь в виду надо, что здесь золотая нужна середина, и период активности должен сменяться периодом покоя. Но, скажем, кардионагрузки посильные должны сменяться той же ходьбой, наклонами. Надеюсь, данное короткое, но очень информативное видео было вам полезно. Напишите об этом под видео, не поленитесь, ведь комментарии продвигают видео. Это мой труд, и если вы его цените, то помогите хоть таким образом в продвижении данного ролика. Ну а под этим видео я оставил вам очень важные ссылки. Посмотрите их. Ну а теперь, уважаемые зрители, досмотрите еще 2 минуты. Особенно те, кто у нас еще ничего не приобретал. На нашем сайте nadgard.ru. И те, кто смотрит это мое видео, находясь, проживая не в России, а в других странах мира. Смотрите. Уважаемые зрители, всем, кому дорого свое здоровье и своих близких, заходите на мой сайт nadgard.ru. Посмотрите хотя бы 2 раздела, отзывы и новинки. Ну а потом то, что вы захотите. Так вот, любые наши продукты, приборы и другие товары, вы можете заказать на нашем сайте, мы вам их отправим в любые города России и любые страны мира. От Казахстана до Великобритании, от Кореи до США. Все это налажено, обо всем сказано на нашем сайте в разделе доставка и оплата. Поэтому заходите, посмотрите, ну и заказывайте, кто посчитает это нужным. Я открыл второй интернет-магазин по био, зерну и муке, смолотой на каменных жерновах. Я открыл еще один канал на ютубе для рубрики ответы на вопросы и всяких видеоразборов. Кому интересно, подпишитесь на этот мой новый канал и ждите соответствующие видео уже там. Есть у меня ютуб-канал специально по продуктам. Там есть то, что я не публикую на этом главном канале. Напоминаю, мы производим уникальные корма для кошек и собак, которые не просто насыщают, но и лечат и продлевают жизнь питомцам. Смотрите об этом вот это важное видео. Даю подсказку на мое видео, как совмещать продукты питания, БАДы и лекарства между собой, чтобы никто меня об этом уже не спрашивал более. Мой совет, измеряйте среду обитания, ну где вы живете и работаете, на радон, радиацию, электромагнитное излучение и себя на отсутствие опухолей. Вот раздел про приборы-тестеры. И вот на все это я оставлю вам ссылки под этим видео, которое вы сейчас смотрите. И последнее, под каждым моим видео внизу есть важные ссылки, в том числе на мои соцсети. Очень рекомендую подписаться на телеграм-канал, который дублирует ютуб, мало ли что с ютубом будет. И там есть также ссылка на индивидуальные консультации. Ну что ж, до новых встреч, до новых видео, всего хорошего, до свидания.